Развлекательная программа с участием аниматоров собрала сотню гостей. Родители и дети смогли не только принять участие в интересных конкурсах, но и получить призы от кинокомплекса. Для этого ребятам надо было нарисовать поздравительную открытку. Были отобраны самые красивые и креативные. Творчески поздравить люксор Аймакс двухлетием решила и восьмилетняя Настя Морозова. Ее старания отметили по достоинству, за что девочка и получила подарки от кинокомплекса. Вообще стараемся всегда при удобном случае посещать все мероприятия, конкурсы. Мы всегда за веселье и праздник. В этот день подарки от люксор Аймакс получили все ребята. Кроме конкурсов, все желающие могли перевоплотиться в сказочных персонажей, а также сделать аквагрим и принять участие в шоу мыльных пузырей. Постоянно посещаем этот кинотеатр. Пришли, потому что у него сегодня день рождения, с чем мы его и поздравляем. Много подарков, радостные дети, веселые. Разные конкурсы, очень интересные. Не только можно насладиться хорошим фильмом, но и вкусной едой. И какой день рождения без сладостей. Сначала аниматоры сделали несъедобный, но интересный торт. А настоящее угощение ждало сладкоежек перед основным подарком. Это бесплатное посещение мультфильмов, клуб «Винг», «Стайны морской бездны» и «Джастин и рыцари доблести». «Люксор Аймакс» приготовил также вечерние мероприятия для родителей, для всех жителей города. Выступают воздушные гимнасты, битбоксер, барменшоу, танцевальные коллективы города Сочи и большой вкусный торт. Кинокомплекс «Люксор Аймакс» на протяжении двух лет проводил множество праздников, множество мероприятий. Все уже к этому привыкли и с 30 ноября мы приглашаем всех детей на фестиваль российского кино. И также 1 ноября у нас стартует фильм «Амазония. Инструкция по выживанию». Также будет большой детский праздник. Для взрослых гостей также прошли бесплатные показы фильма Станислава Говорухина «Уикенд». Следующую вечеринку «Люксор Аймакс» проведет в ночь на Хэллоуин. Для любителей ужасов будут представлены три фильма. Татьяна Нагорская, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.